Каждый год во время весеннего нереста плотвы и леща мы с отцом выезжаем на заветное водохранилище в надежде нарваться на отличный клёв хорошей рыбы. Нас не пугает ни ранний подъем в три утра, ни долгая дорога, ни переход через болото и лесную чащу. Ведь нас ведет рыбацкая охота, а охота, как известно, кущей неволе. Вот так и начинается рыбалка отца и сына. Редактор субтитров А.Семкин Уважаемые друзья рыбаки, всем крепкого здравия. Сегодня мы вместе с моим отцом прибыли на водоем. Очень интересный и достаточно красивый для того, чтобы половить плотву и если попадет, то под лещика. Я буду ловить на фидер, а я буду ловить на обычную маховую водочку. В общем, посмотрим, что у нас из этого получится. Ну и, как всегда, надеемся на лучшее. Ну что, друзья, прибыл я сейчас на место. Значит, отец у меня остался в таком интересном месте, где две березы такие, прямо в воду торчат. И, то есть, как бы он это всех укрыт, от ветра укрыт и так далее. Но там, как бы, за спиной не так много было места. Вот, а я прошелся сюда подальше. И тут вот интересное такое местечко есть. В общем, выглядит оно примерно вот так. Здесь у меня открытое пространство такое. Вот, казалось бы, да? Такая обалденная красота. И вот смотрите, как можно так докатиться, чтобы была вот такая вот картина. Вот такая вот. На берегу вот такого вот прекрасного водохранилища. Представляете? Вот у меня, если честно, в голове вот это вот не укладывается. Вот это. Приехал ты на питьевое водохранилище. Дало оно тебе рыбы, леща, плотвы. Да? Неужели так трудно бутылку, пузырь какой-то или там банку консервную просто положить в тот же пакет, из которого ты его достал? Положить это все дело в рюкзак и унести домой. Нет, надо бросить здесь и оставить, чтобы потом люди, цивилизованные, нормальные люди, кто за собой убирает мусор, приехали и отрезрели вот эту вот помойку на берегу вот такого вот красивого водохранилища. Слов нет просто. Ну да ладно, не будем мы о грустном. Значит, сейчас первоочередная задача, это замешать корм. Замешать корм и пускай он у нас настаивается. Ловить я сегодня буду на фидер. Посмотрим, на какой дистанции у нас будет клевать подлещик-сорожка. Попробуем подобрать приманки. Ну и все результаты, соответственно, я передам на видео. То есть для вас это тоже будет какой-то дополнительный плюс, то что вы сможете на чужом опыте посмотреть, с чего я начинал ловить, на что рыба начала реагировать. Ну и там у себя, может, в каком-то блокнотике сделаете пометку о том, что ага, вот на эту приманку, на такой-то длине поводка там, с таким-то кормом, вроде как рыба отзывалась. Мало ли, может быть, эти знания пригодятся уже на вашем водохранилище. Ну что, друзья, давайте замешаем сейчас прикормочку. Взял, посмотрел видео на ютубе у спортсменов, то, что используют миласу со вкусом ванили. Ну, для усиления аппетита у рыбы. Дальше прикормка. Опять у меня дунаев базовая смесь, черная. Значит, почему использую такую прикормку? Потому что это единственный оптимальный вариант в наших магазинах, когда достаточно большой объем можно взять по сравнительно небольшой цене. То есть цена за такой пакет у нас в магазинах идет 190 рублей. Вот такой пакет. Кстати, вот взял пакетик из-за старой прикормки и в него поместил панировочный сухарик. Обычный, безо всяких язышиц. Значит, просеивать я все это дело не буду. Смешаю где-то три части прикормки черной и одну часть сухарей. У меня были такие вкрапления из сухариков на темном фоне. Значит, накануне рыбалки хотел заехать купить животный элемент, то есть кормовой мотыль. Но, к сожалению, ничего этого не было в магазинах, поэтому сегодня прикормка у нас будет обедненная, так скажем. Ну, давайте замесаем. Вот такого достаточно приятного цвета у нас получилась прикормка. И сейчас мы будем потихонечку в нее добавлять водичку, перемешанную с усилителем вкуса миласа. Сейчас чертнем немного водички. Вот так вот. И туда подобавим нашу аромы. Вот так. Добавили, размешаем. И теперь первую парку зареваем. Замешиваем. Так. Так. прикормку мы замешали вот она вполне такая нормальная стала по консистенции то есть можно будет плотно набивать и в то же время она будет рассыпаться достаточно быстро в воде сейчас она еще немного постоит еще немного набухнет впитает в себя всю влагу которая у нас присутствует с ванильным вкусом и станет еще более рассыпчатой в принципе то она и так достаточно хорошей консистенции ну и все сейчас уже можно потихонечку ставить маркерный груз и смотреть на каком рубеже сегодня мы будем рыбачить и какая собственно говоря структура домного рельефа в этом красивом месте хотел сказать значит рыбалку когда приезжаете если берете с собой пирожки там или бутерброды или что-то в этом духе не забывайте брать минералочку очень сильно помогает от изжоги ну и плюсом ко всему более-менее с пищеварением проблем никаких у вас не будет так что возьмите на вооружение она как бы не затянет если кто-то его смотрел мою прошлую рыбалку с фидером это был мой самый первый выезд с фидером вообще в принципе в жизни сейчас вы тут вверху сможете увидеть подсказочку всплывет на это видео то там кто-то писал в комментариях мне о том что у меня была толстовата леска да на самом деле леска была толстовата и поэтому я немного перемотался и поставил леску черную вот такую вот и диаметр у нее идет 016 миллиметров вот такая вот плетенка катушка у меня старенькая моя то есть специально катушку я до фидера еще пока не покупал не приобретал пока что занимаясь штудированием этого вопроса убираю модельку вот такая вот катушечка значит фидерное удилище которое я сегодня сюда привез это уже более мощный фидер который у меня есть из тех двух которые я покупал значит это салма diamond classic legends фидер 90 значит тест у него соответственно до 90 граммов длина 330 сейчас более подробно и более детально об этом удилище немножко расскажу ну что друзья вот мы видим перед собой собственно говоря удилишка удилище имеет сдвоенную рукоять то есть это ведет его пробка и снова его вот эта часть пробки покрыта пленочкой значит катушка держатель такого типа закручивается полностью есть байт холдер то есть специальная колечко на которой мы можем крепить значит крючок и дальше у нас уже будет собственно говоря вся оснастка удилище идет 3 часа то есть она идет с тремя коленами что достаточно удобно в транспортировке значит интересная особенность данного удилища это то что здесь на торцах каждого колена присутствуют вот такие вот заглушки то есть туда уже не попадает всякие разные частицы дальше по качеству изготовления намоточки и лак везде ровный колечки стоят тоже ровно бланк идет матовый в комплекте и 3 вершинки вершинки идут промаркированная то есть в данном случае идет 2 оз то есть две унции также есть вершинки на одну унцию и на полторы унции в данном случае мы сегодня будем использовать вершинку на одну унцию то есть самую мягонькую потому что мы сегодня рыбачим на водохранилище стоячая вода соответственно хочу чтобы любые малейшие поклевки у меня передавались потому что неизвестно еще с какой длины полотками мы сегодня будем рыбачить если будем рыбачить с длинными полотками то самая максимальная чувствительность нам будет нужна ну вот собственно говоря и все что я хотел рассказать про это удилище удилище это кстати достаточно быстрое ну еще раз называется она Salma Diamond Classic Legends Feeder 90 как она сегодня отпашет как она сегодня отработает вы сегодня все это дело увидите ну и соответственно если у меня будут какие-то мысли по этому поводу я всем этим с вами поделюсь ну а сейчас пока закрепляем катушечку собираем удилишко и идем маркироваться донышко скорее всего песчаные пока ничего не передается никаких интересных ага вот пошла какая-то грядка небольшая да вот она пошла грядка ну что нашел я плавный переход из такого елистого дна в камушке и примерно где-то на середине этого перехода я заклипсовался я поставлю достаточно большую кормушку пулю и сделаю наверное 10 закормочных забросов и там уже можно будет выставлять рабочее место вот так выглядит большую кормушку я для закорма сейчас исполнить буду и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поводок изначально поставил 90 см Давайте проверим есть тут рыбка или нет Вот первые потычки пошли Кто-то попал Кто-то попал без потряски Видимо это рыба сорожка А это у нас заплатка Точнее гибрид Ну ладно Вот кто-то Ткнул сейчас Хорошо так Вот это уже лещ клюнул Сто процентов Красавчик У меня потачка нету Так что надо будет выводить на берег Пирается как хорошо Так он забаривался Я даже за хвост забаривался А как плет Забаривался за хвост Подлещик Ну Главное что Рыбка встала Вот так вот Крякает Забаривался за хвостик Получился Беги Спаси Беги Спасибо Беги 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 Убеги Беги 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 чулочком. Хорошая красорога, отличная прям. Чулочком опарыши насаживаю, вот так красненький. И пока поводок тонет, следует поклевке. При малейших движениях сразу же отсекает. Поклевка еле-еле. Еле-еле заметил. Рыбка хорошая, сопротивляется застойно. Бьется прям. А, дохожу заплатку. Мелкая заплатка. Ну что, просидел я уже без малого порядка трех часов. Рыбка клеет очень неактивно, привередничает. Подходит периодически вот такая небольшая заплатка. Также поклевывает сорожка. Ну, сорожка, как бы, достаточно доскового, достойного размера. Приятно ловить. Значит, работает сейчас пока что один опарыш красного цвета насаженный чулком. На поводке длиной чуть больше метра. И подолгу не жду, то есть пять минут подождал, вытаскиваю. И закидываю ее в очередную порцию корма. Ну, если надо, обновляю насадку. Из-за волны приходится достаточно сильно натягивать ковертик. Ну, от этого, конечно, чувствительность всей снасти немного так падает. И часть поклевок я просто не вижу. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Хороший Хороший Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Решил сам немного запустить. Смотрите ребят, что поймал. Чью-то кормовку. Трофейную, ржавую. Вот так вот. Сижу, думаю, что мне не клюет. Сорожкой наверно попал. Мясистая плотва. Как у тебя улов? Слабовато. Решили мы тут поесть немного. Посидеть. Клёв слабый. Слабый, но очень клёв. Холодная вода подгорела. Холодная вода подгорела. Холодная вода, чем обычно раза в три. Вот так вот Клиного попала Клиного Хорошая Но в принципе тут достойная короба Не такая как ее наводит Лучше Хорошая Малыш Лучше Лучше Чисто Чисто Осень Мальчиш Хорошая Субтитры сделал DimaTorzok 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 А берёт только на свежего опарыша Есть! Попала! Ну что, друзья, товарищи, рыбалка подошла к своему логическому завершению Обкатал я сегодня свой новый эфидер Должен сказать, что рыбалка была трудовой Заплатка не хотела клевать в рот, багрилась Однако немного порадовала меня платва своим размером И бойким таким поведением на вываживание Работал сегодня поводок диаметром 0,1 мм Длиной чуть больше одного метра Также работало два опарыша на крючке из тонкой проволоки Один насаженный за задницу, другой насаженный чулком Большинство поклёвок было такими очень вялыми Я бы не сказал, что были прям такие уверенные поклёвки Однако некоторые интересные поклёвки я всё-таки заснял По удилищу Трудно как бы сделать какие-то определённые выводы Из одной единственной рыбалки Однако следует отметить, что длина 3.30 и тест 90 граммов Вполне комфортно работать на достаточно приличном удалении от берега То есть и заброс без каких-то особых усилий происходит достаточно далеко Ну и плюсом ко всему Поднятие кормушки от 1 Таким достаточно высоким движением тоже происходит достаточно легко Ну посмотрим, будем дальше в течение летнего сезона испытывать вот это удилище И пикерное удилище с тестом до 40 граммов Ну и там уже можно будет сделать какие-то определённые выводы Но сейчас могу сказать, что приобретением я абсолютно полностью доволен А сейчас давайте посмотрим на ту рыбу, которую я поймал Потом её отпустим и прогуляемся до моего отца Посмотрим, что ему удалось сегодня поймать на поплавок Небольшая кучка достаточно приличной рыбки была сегодня поймана Хорошая заплатушка, хорошая В общем как-то душевненько посидел Душевно повалил Ну и сейчас всё это дело отпущу Вот такие рыбы Хе-хе-хе Хе-хе-хе Ну не кушать сюда Хопа Хе-хе Хопа Хе-хе Хи-хе Вот chemical Ха-х lik Смерт Гад Так Х Вот такой улов нескромный, это пустякий такой улов, это только одна четвертая часть того, что нужно было поймать. Ну, примерно 4, но больше.